Это озеро Идрица. От озера Идрица берет в свои истоки речка Идрянка. Которая впадает в реку Великое. А в этом доме в 90-е годы жил так называемый местный олигарх, державший несколько коммерческих магазинов. Бывшая столовая, в которой в поселке было несколько штук, продавали вкусный лимонад, пирожки. А вот так теперь выглядит привокзальная площадь. Здесь вместо скамеек раньше было два фонтана. Но руководство поселка вместо того, чтобы их восстановить, тупо убрали. И поставили скамейки. Альтернатива так себе, честно говоря. Спиленные деревья, это они так готовятся к 75-летию освобождения поселка от немецких захватчиков. А вот так косорука вкладывает плитку на платформу, которой практически уже и не пользуются. Вместо того, чтобы положить асфальт. Чтобы было бы гораздо проще. И практично. Прогибаются непонятно под кого. Вот это вот псевдопразднование 75-летия освобождения. Это местный автовокзал и ЖД вокзал. Функционирует не полностью. Можно купить билеты до Санкт-Петербурга. И не более. А ведь раньше здесь все функционировало. Было багажное отделение. Все работало. Вот там, где деревья. Там раньше, до войны, проходила еще одна железнодорожная ветка. С выходом на Варшавский вокзал в Санкт-Петербурге. Точнее, в Ленинграде. Пусть войны ее разобрали. Из-за нерентабельности. Эйдрица была узловой станцией. Отсюда можно было уехать в Беларусь. В Полоцк. В этом здании ранее располагалась поликлиника. Поселковая. Позже в этом здании находилось отделение милиции. Теперь же тут находятся всякого рода коммерческие магазины и фирмы. В этом здании раньше находился дом быта. Теперь здесь магазин продуктовый. В этом здании раньше находился кинотеатр. Теперь тут находится Идрицкий детско-юношеский клуб физической подготовки. Рядом с ним находится местный ДК. Ранее здесь проводились танцы местного разлива. здания местного дошкольного учреждения. А на этом месте раньше располагалась открытая танцплощадка. Но из-за близости к домам кто-то сжег эту танцплощадку. Здесь когда-то находилась поселковая баня. Местная зона строгого режима. Туда дальше по улице находился кирпичный завод. От которого нынче ничего не осталось. Буквально ничего. Разобрали все. А-ля 90-е годы. Местная поликлиника-больница. Хотя как сказать больница. Моему деду покойному в 2000-х годах поставили диагноз почки. А оказался диагноз совершенно другим. Пневмония. Так что в такую больницу не советую попадать. А это бывший аэродром местный. Ныне заросший. Соснами. Из действующего тут осталось только локаторы. Ну и какая-то часть радистов. Которых в поселке я никогда не видел. Но поговаривают, что радары действующие. Бывшая чулочная фабрика. Ныне не функционирует. В одном из помещений находится стоматологический кабинет. Все остальное пустует. Местная церковь. Построенная в 90-е годы. Бывший лимонадный цех. В котором разливали вкусный квас и лимонад. Бывшее здание у Нермага. Ныне функционирует только первый этаж в виде двух магазинов. Местная среднеобразовательная школа. Бывший лесозавод. Ныне колония-поселение. Местные зэки ходят в местный магазин под конвоем. Немного жутковато. Причем продукция этого бывшего лесозавода. На котором труются зэки. Продукция уходит куда угодно. Только не на местный рынок. На местном рынке нельзя купить ни доски, ничего. Территория бывшего молочного сырозавода. Ныне не функционирующего. Захоронение местных мирных жителей. Расстрелянных немцами. В Великую Отечественную войну. Но опять же. На всех. В надписях гласит, что расстрелянные фашистами. Какими фашистами? Здесь итальянцев не было. Здесь были одни немцы. Как гласит надпись на памятнике, здесь находился концлагерь. Хотя бабушка хоть и жила выдриться в оккупации, она никогда не говорила о существовании концлагеря. Откуда все эти сведения взяли, я не знаю. Территория бывшего стадиона, который находился в претехникуме. Бывший техникум сельскохозяйственный, ныне почему-то названный Псковский агротехнический колледж. Рядом находится общежитие колледжа. Местный универсал, ныне использующий только одну-вторую часть своей территории. В 80-е годы здесь продавали очень вкусный сок в трехлитровых банках. Между прочим, проезжая по местной достопримечательности поселка, которая, видимо, так и останется на ближайшие лет 25, заасфальтировали только центральную улицу, улицу Ленина. Все остальные улицы поселка не асфальтировались лет по 30. Здание бывшей начальной школы поселка Идрица. Ныне находится администрация и филиал Идрицкой детской музыкальной школы. Это площадь Знамени Победы. Памятники реконструируют к празднику. На этом месте в 80-е годы располагался хлебный магазин. Обновленный памятник на месте воинского захоронения. На его фоне бывшая детская библиотека. Ныне отданная под жилье. Следом за библиотекой находится хозяйственный магазин. Слева находится аптека. Далее коммерческий магазин, работающий с 90-х годов. Далее находится бывший книжный магазин. Ныне не функционирующий. Далее среднеобразовательная школа. Опять же большая. Напротив нее находится отделение почты. Через одно здание находилась взрослая библиотека. Ныне также отдана под жилье. За ней располагался детский садик. Ныне разобранный. На здании находился строительный магазин. Здание пожарной части. Спиленный лес. Пилят кубометрами, если не километрами. В семи километрах от Идрицы находился заповедник вокруг Белого озера. Теперь там пустырь. Спилели практически все деревья. Еще неизвестно, легально ли это вырубка леса происходит. В целом, должен резюмировать, что поселок по истечении 90-х годов вымирает. Да, в 2000-е годы открылись коммерческие магазины, сетевые. Но это не показатель. Молодежь уезжает, ну, примерно где-то 70% всей молодежи. В 80-е-90-е, начало 90-х, было очень много заводов, фабрик. Был льнозавод, молочный сырзавод, лесозавод. Несколько колхозных комбинатов, промышленных, с тракторами. Ничего этого сейчас нет. Молодежь вся уезжает на заработки в большие города. Из функционирующего в поселке остается в основном только зона строгого режима, где можно работать надзирателем. И колония-поселение, где также можно работать надзирателем, над зэками. Есть люди, которые перебиваются зарплатой в 5-6 тысяч в месяц, работающие в таких магазинах, как Нива. Но это ужас. По России прожиточный минимум больше, чем 5-6 тысяч. И люди согласны работать в пятидневку. Волосы дыбом встают. Я не такой старый, но все-таки даже я застал более лучшие времена поселка, чем то, что мы имеем сейчас. По сути дела, поселок врубает леса местные и продает. Я не знаю, законно это или нет. Будем считать, что законно. Понятное дело, что природных ресурсов в данном регионе, как и в Ленинградской области, кроме леса и нет никакого. Но все-таки хотелось бы какую-то положительную динамику иметь в развитии. А ведь когда-то, до войны, здесь и танковая дивизия была, аэродром существовал и функционировал. Военный городок функционировал. Все фабрики, заводы, все функционировало. Люди были при работе. А теперь... Теперь выживают кто как может. Кто-то ездит в соседние города. Кто-то спивается. Впрочем, как и любой простой глубинке России. И ничего нового. На этом все.